всем привет это новый выпуск готовим с орком и фаер смотрите что у нас появился таня уже одела у нас появились парточки очень миленькие какой вам больше нравится нравится ваня короче первый его застолбил и пришлось мне выбирать этот но это тоже очень милый вот теперь мы прям настоящий поварок долго мы ничего не готовили за коронавирусные а теперь а потом ленивые а потом ленивые что же мы сегодня будем готовить мы сегодня будем готовить медовик во первых медовик это самый вкусный тортик который только существует в этом мире по версии таня я очень люблю медовики потом этот медовик странный потому что я не знаю как готовить медовики мы их всегда покупали во первых сначала мы их покупали сюда просто в магазине а еще когда моя мама работала на таком открытом рынке где ходили периодически люди они что-то приносили там торговали своим и там значит была женщина которая была домашним кондитером и она выпекала медовик короче она не знаю как это делала получать офигенный и мне больше всего было жалко когда короче вот когда ты в школе у тебя день рождения там же ты приносишь конфеты раздаешь эти конфеты вот а так как я особо свой класс ну так типа ну класс и класс хрен с ним короче вот мама моя взяла на мой день рождения и заказала у этой женщины по каждому по медовику и там получалось что он был размера но там был треугольной формы где-то наверное вот такой вот то есть ну даже вот такой вот в лоточке то есть вместо того чтобы купить сраные дешевые конфеты этим людям она взяла и заказала крутой медовик кстати на отношения с одноклассниками этот медовик никак не повлиял они все равно оказались мразами вот у меня такая же история у меня были эти маленькие мразоты и почему-то не все мы одноклассники мразоты и когда они выросли они стали нормальными людьми на детстве некоторые выросли и такими же остались и я помню что очень не было жалко когда мы купили что-то по ваганвилс у каждому давал и даже своим врагам мне приходилось дать ваганвилс и это был конечно своим детям я скажу врагам не давай ваганвилс как он говорится только что-то там заврать никому ваганвилс оставь себе съешь сам в свой день рождения съешь ваганвилс врага и это будет замечательно как ты считаешь обязательно ли ходить в школу в свой день рождения конечно же нет конечно же нет никто тебе ничего не подарит а ты должен дарить на самом деле ты дома должен сидеть спокойненько играть в игрушечки в какой-нибудь но мотру комбат там 15 или варкрафт 4 что там уж появится когда будет там и дети и проводить время ворсов вакра с радостью для себя понимаешь они для а не кормить каких-то своих врагов вставать в 7 утра там убиваться идти в снег вот как слышишь в начальной школе дарили книжки я помню у меня была книжка 3 мушкетера и была книжка 7 чудес света прикольная такие они были огромные там еще училкой подписаны а потом нам ничего не дарили потому что положили на нас хрен какого черта кто-то должен что-то дарить я не помню у тебя тоже есть какая-то книжка кстати подарена из школы на день рождения по моему мне дарили на конец года 2 класса это был бэмби офигительно вы не сломали бедному мальчику ванне во втором классе психику тем что подарили ему бэмби спасибо вам большое короче короче и потом в школе ничего не дарили потом я пошла в колледж и нам классный руководитель он дарил подарки на день рождения и в какой-то момент то есть сначала он дарил своих ну короче распечатывал свои фотографии потому что он увлекался фотографии и картины он дарил свои фотографии ну не свои а где красивые у меня до сих пор есть фотография там короче такая дача с собачкой с котиком такая очень милая сидят они такие потому что у меня в детстве был плакат помнишь была пурина или как называлось это питание для животных такая короче пурина не помню как называлась питание для животных куда на п как-то корм для животных на шарпи нет короче запей в общем и там у меня был в комнате плакат тоже закрывали стеклянные двери потому что чтобы свет не особо не проникал в коридора когда я скину там была собачка и котик тоже вместе очень мне нравился плакат так вот и не об этом короче в какой-то год он прислал нам значит списки какой-то из трех годов не могу вспомнить какой-то был год короче прислал нам список то есть у меня и у одной девочки день рождения в один день в группе было вот и он прислал нам список того что мы можем выбрать то есть у него по ходу были какие-то вещи которые ему не нужны или что не знаю короче и вообще на его красоте на его фотографии нет ты понимаешь он офигенный реальный мужик который просто он максимально крутой такого классного руководителя да и всю жизнь всю жизнь вот не слюжу жизнь такого классов коррекция скажем классы так вот короче верю quiет список и я сначала с этого списка списка выбрала флешку и такая типа мне нужна флешка мне в лет там не знаю 15 там 6 17 лет мне нужна флешка к чтобы еще нужно хороши какой-то момент я подумал что прочитала ещё нормальный список, и увидела там миксер, я подумала, что мне нужен миксер, потому что нахрен мне флешка, если у меня есть флешка, а вот миксера у меня нет, и мы недавно с мамой обсуждали, тот миксер, которым мы пользовались на готовке, это он как раз подарил, и мы недавно с мамой обсуждали, что вот если бы он тогда его не подарил, то хрен бы, мы вообще до сих пор купили бы миксер, ну всё, руками взмешиваешь и всё, короче. А вот он сделал такой подарок, и это очень круто. Всё, я молчу, всё, я бы что-то не рассказывал, короче, нам нужно, значит, сливочное масло, мы берём, значит, какую-то штуку, нам нужно сливочное масло, 180 грамм. Новое масло, ещё не начатое. О, отлично, открыла. Мы засунули масло, какой у нас вообще план, что нужно делать? Нам нужно засунуть сюда масло, почему-то оно ещё такое, типа, холодненькое после улицы, потому что сейчас минус, не, не надо, не надо. Минус 16, да просто лежит полкусок масла, не замёрзший, как из морозилки, а просто... Есть меч в камне, а есть ложка в масле. Тише, 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 ну тише. Ну подожди, я хочу показать, ну. Не надо показывать. Так, значит, дальше мы берём... Так, сахар, значит, 180 грамм. Так, мёд, а мёда нам надо 150 грамм. Ну что такое мёд? Это какашки пчёл? Нет, это отрыжки пчёл. Берём отрыжки пчёл. Да. Какикур. Какикур. Сгущённые... Из сиськи коровы. Из сиськи коровы. Всё туда выливаем? Нет, не всё. Почти. Мне нужно всё это поставить на плиту. А-а-а. И довести это всё до густой массы. Слушайте, очень важно. Первое. Во-первых, нам нужно потом добавить ложку соды. А по-моему, соду нужно гасить. Там ничего про погашение соды не будет сказано. На кипяточке, например. Но, ещё мы поставили духовку разогреваться, тоже где-то на 180 градусов. Это всё, что я хотел сказать. Ну, Катя, повернись, пусть оценит его это. Кого? Милых котейк. А, милые котейки. И что? Семья милых котейк. Четыре котейки. Да. Идеально. Ничего не происходит. Так, ужасно что-то происходит. Да, сейчас растопится масло, и всё это должно закипеть у нас. Это уже кипит? Ну, мы начнем, да, бурлить, а потом после этого нам нужно будет всё это снять, остудить и добавить туда соду 3. А как остудить? Подождать, пока остынет. И что мы дальше делаем? Дальше мы это дело должны немножечко остудить. Ну, то есть мы должны перелить это, но можно оставить в кастрюле и подождать, пока она подостынет. Она потемнеет. Мы туда должны будем добавить соду, яйца и бурли. Попробуй, да что, бурли, она вкусная. Она адски горячая. Таня завела себе этот настольный, блин, чайный гриб. Ваня и его брат задолбали обсирать мой гриб. Во-первых, они не имеют права на это. Во-вторых, какого чёрта? Он очень вкусный, он очень вкусный. Я счастлива и безмерно благодарна, во-первых, человеку, который нам его отдал, человеку, который это всё дело очень передал, и моей маме, которая прокипятила банку, чтобы я его туда пересадила, и себе, потому что я за ним ухаживаю. И я, потому что я его ещё пока не уронил со стола. Так что я благодарна вот этим людям. Таня реально его пьёт, понимаете, там такая, как будто чай, да, а сверху как будто такие блины плавые белые. Таня берёт, наливает, пьёт. Мне предлагала, но я пока не решаюсь. Глупый ты человек, он вкусненький, он очень вкусненький. Во-первых, я вчера кружки 3 выпила. И сегодня вечером я сделаю то же самое. На самом деле его надо пить реже, в плане... Нет, его не то, что реже надо пить. Я его в деревне когда была, я пила его без конца. Просто он там же как бы вырабатывает, это всё бродит и... Как сказать, не знаю... Короче, вот эти вот штучки, они должны немножечко дать настояться жидкости внутри, чтобы она... Ай, горячо вообще. У тебя какая-то замедленная реакция, ты уже трогаешь полминуты и после этого такой айкаешь. А почему так долго она остывает? А давай, короче, знаешь, как сделаем? Ты сейчас сделаешь у нас крем. Да, давай. Всё, сейчас. Будем делать крем. Тихо, держи ложку, она сейчас утропнется, держи ложку. Действительно полезно. Вань, сейчас как? Дам тебе? Сейчас я. Ну что ты, Эдуан? Ну, с маслостопительством мы справились. Мы берём маскарпоне. Как-как? Маскарпоне. Маскарпоне. Ничего себе, действительно. Держи. А что это такое вообще? Сливочный сыр. Сливочный сыр. Окей. Как ли он открывается, бы знать. Мне ещё интересно попробовать. А сколько его надо? Всю банку. Всю банку. Всё, вот это, всё, вот это вытаскивай в мисочку. Помытаем? Да, чистенькое. Дальше что? Ты сюда добавляешь сгущёночку. Сгущёночка. Ммм. Ммм. Знаете, это в последнее время я прям сгущёночку подсел. Последнее время ты её как раз и не ешь. И не ем её. Мешай. Ну вот. Короче, чем больше добавить сгущёнки, тем... Круче. Нет. Тем она будет более жидкая. Но нам, в принципе, очень густая не нужна, потому что... Давай всё. Нет, всё не надо. Надо, чтобы было... Ой. Пропорционально надо, чтобы было. Но сгущёнкой невозможно испортить торт. Так вот. Не надо. Надо вот так вот. Понятно? Опять приколостив. Ой, что-то переворачивает. Попробуй. Только чуть-чуть. Дикольно. Угу. Можно, в принципе, так и оставить и просто начать есть. Нет. Хорошенько вот эти все комочки, которые вот здесь сбоку... Ворсинки и карточки, да. Давай, давай, давай. Вот так. Чисти, 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 вилкой. Чтобы пусто было. Ага, пусто. Самое главное, там не было ставлено на сколько градусов и сколько печь. Там сказали, они быстро пекутся, следите за ними. А градусы мы рандомно поставили 180-175, где-то так. А почему именно такое число? Ну, чаще всего выпекается на таких температурах что-то. Вот и проверим. Да. Как говорится, у нас будет две попытки. Почему две? Потому что на два коржа надо выпечь. Давай, значит, сейчас берём соду. Одна чайная ложка соды. Но мы берём нечаянную ложку. Почему? Потому что гасить будем её сейчас. Вот что такое гасить соду, расскажи. Ну, это когда берётся сода и в неё вливается либо кипяток, либо уксус. Она начинает бурлить и её после этого добавляют в всякое. А зачем она вообще нужна? Ну, она приподнимает чуть-чуть тесто. Такое, оно разрыхлителем от неё поступает. Так. Так. Кажется ли здесь много? Да. У нас на руке химии такого не показано. Так. У нас на руке химии такого не показано. Разбиваем. Три колушка. Давай я одну добавлю. А ты разобьёшь без шлупы? Ну, давай. Я попробую. Держи. Эть! Эть! Спасибо. А это сюда, да? А вот у меня не получается. Ага. Уй! Ты хочешь ещё одну? Ну, давай. Держи. Кто скажет, что только я готова. Ну, ладно. Немножечко промажу. В жопу эксперименты. Дай, пожалуйста, салфеточку. Мухи, по-моему, 300 грамм. Да, мухи 300 грамм. Мухи 300 грамм. Мухи 300 грамм. Эхэ. Ну что, оно немножко сыпется. Ты смеёшься не над моей неудачи, а над нашей? Философ. Тесточка. Хорошее. Вкусненькое. Сладенькое. Медовое. Получится. И будет очень-очень-очень вкусно. Замечательно тебе получается. Так я должна у тебя. Вот. Сначала. У нас здесь получится масса густая, которую я лучше размешаю. Вот. Мы постелим на противень бумагу для выпекания. После этого мы разделим вот эту всю массу на две части. Первую часть зальём. Будем лопаткой всё это разравнивать, чтобы получился почти полный противень. Всё это дело будем выпекать. Заснимем это, наверное. Вот. После этого покажем, что дальше делать. И за это время ещё закинем вторую часть туда тоже на противень и будем выпекать. Так. Мы делим пополам тесто. Чисто теоретически. Препелку мы сейчас. Во всей этой? Да. А потом что будет? В духовку. Готово. Так. Запихиваем этот блин в духовку. Да. Теперь слетим за ним. Достаем наш блин. Почему ты называешь его блином? Ну это квадратный блин. Не подходи, даже не обойтись. Итак, что мы имеем? Мы имеем две большие лепёхи, которые сейчас мы разрежем пополам. А это края, которые кривили, мы обрезаем на обрезки. Всё правильно? Да. Всё правильно. Сейчас. Берём нашу тарелочку. Надо будет помазать. Доросик с тобой. Но зато кусочек. Блин, реально будет по кусочку к одному. Да. Ну и ладно. Ну высокий кусочек. Высокий кусочек. Ох, печеньки какие. Ну вы не трожь, это у нас не присыпочки. Ой, а что это ты там? Не видишь это? Вижу, вижу, что ешь ты. Ну на, давай сидим, подождите. Ммм, все вкусные печеньки. Короче, я так поняла, что человек, который снимал это видео, чтобы сказать, типа запекайте это непонятно на сколько времени, непонятно на какой температуре, просто сам следил за тем, что запекается. Потому что я поменяла со 180, поменяла на 170, потом в какой-то момент поменяла на 150, потом, а нет, со 180 поменяла на 150, и потом вообще опустила до 100, и потом обратно все поднимала до 180, потому что очень непонятно. Он печется, где-то пропекается, где-то он уже, где-то он уже непонятно в каком состоянии готов, поэтому... Что мы делаем теперь? Теперь мы берем коржик и наносим на него ложками. Вилку можешь обрезать. Главное, чтобы ты теперь после этого тортика не сорвался и не начал опять есть гущёнку. Пачками. Пачками, да? А ты, когда я тебе сказала, давай приготовим медовик, хотел, чтобы его приготовили? Ну да мне... Почему бы и нет? Давай я тебе приготовлю. Только аккуратно. Хорошо, я умоляю, я тебе это клинаю. Ездить? Да, ездить, поэтому придержим. Только смотри, рассчитывай так, чтобы ещё на три раза хватило. Три? Три! Своё оправдание скажи мне нравится, картавость, но поиздеваться никогда не грех, я считаю. Грех. Грех. У тебя ещё есть целый проблем? Ты сиди вот так вот, да. Подломал себе кусочек и вот так вот сиди, вот так. Вот так вот перетирай, не рви его, а перетирай крошку. Что мы имеем? Мы? Мы на четыре коржика налили сверху вот эту сливочную штуку. Между ними и сверху. А я... Сделал кучу, кучу. Мак, ты не то чтобы раскрошил. Всё, это пока не трогай, вот это пока не трогай, это оставь. Мам-мам-мам-мам. Ты хреново раскрошил, это не крошка. Да ничего ты раскрошил. Да это не крошка, Вань. А что это? Подскажите мне, похоже это на крошку? Не. Да, давай сравним. Вот эту крошку оставь, сейчас я подделю. Давай. Финальная стадия. Итак, у нас есть коржики, пропитанные загущеночкой с непонятным маслом. И сухари, которые Таня считает, что это не сухари. Мне кажется, это замечательные сухари. Очень сложно здесь не сорваться, не начать всё сразу же. У меня не получается. Почешь? Почешь? Таня говорит, что вот это намного лучше, чем то, что я сделал. Ну давай, Танечка, смотришь. Берём. Цы-цы-цы-цы-цы-цы. А это что-то процеплю. Только аккуратно, не в одну точку, иначе потом его не распределишь. Ну не в одну точку, ну ты горками какими-то сыпешь, Иван. Вот так вот. Понимаете? Попробуй вот именно. Не вот так вот, а вот чуть-чуть вот так. Вот финальный торт, мы его кладём в холодильник. Чтоб он замёрз, попитался, не разваливался. Коржик слез. Конечно, мы его тут фоткали немножечко. Вот он поехал. Вот чтобы такого не было, мы срочно в холодильник и потом будем его дегустировать. Почти финишная прямая, ребята. Почти-почти. Почти-почти. Давай-давай, Скали его пополни это. А? Ай. Ну что ж, ребят, мне кажется, это очень выкалит аппетитно. Ингредиенты, которые мы ели, пока его готовили, были вообще замечательные. Теперь осталось оценить, что же будет, если их все вместе смешать. Ой, я там мечтаю. Вкусно, вкусно, вкусно. Да. Вгущеночка прям. Советую, советую. Угу. Офигенно. Только знаете, что нельзя с этим другом делать? Не кушать такое. Вот нельзя. Кормить одноклассников свой день рождения. Ни в коем случае. Не готовьте этот тот. Он не для дня рождения. А если? Хорошее отношение с одноклассниками, это же круто. Тогда это сказка. Отличный торт. Можете приготовить его себе и свой день рождения съесть самому. Офигенно. Он совсем несложный. Реально несложный. И даже из продуктов самое дорогое, что выйдет, это прям мускарпоне и все остальное. Это прям... Ну, можно другим кремом каким-то помазать, но лучше, конечно, нужно. Музыка. Это всё? Ну как всё? У нас впереди ещё человек. У нас ещё работают и работают мы не... Да. А вам всего хорошего. Держитесь там. Ты злой. Всем спасибо всем. Пока. Пока.